Добрый вечер. Молодым парнишкой Ваня Крошко в победном мае 1945 года дошагал до Берлина. И на стене поверженного рейстага штыком нацарапал Крошко, Дальний Восток. Спустя 70 лет после того победного мая Иван Семенович Крошко пришел к нам в студию. Здравствуйте, Иван Семенович. Здравствуйте. Вперед всех вопросов и всех ответов. От телекомпании Альфа-канал, от всех наших телезрителей. Эти цветы вам. Как наше признание за вашу победу и за мир спасенный. Спасибо огромное. Большое спасибо за внимание. Когда началась Великая Отечественная война, вы полуребенок, полутракторист, жили в одном из сел Октябрьского района. Когда и как вас забирали на фронт, Иван Семенович? Как всех. Когда объявили войну, это в 1941 году. А меня призвали в армию в 1942 году. Повеску принесли? Да, повеску с военкомата в район привезли, выручили. Я видится, такого-то числа. Мама собирала меня в путь, в дорогу. Все хроссники собрали. На путь все ей давали. Жив вернулся. Честно служил. Я служил честно. Ну, сколько вам было? 17, 18? Не было 17, еще не было полных. Ну, сегодня это дети. Сегодня это дети. А тогда вы шли защищать родину. Вот было тревожно, было страшно? Мальчишки. Вот честно, Иван Семенович. Да так, собственно, и не было тревожно. Почему? Потому что я знал, все равно надо будет не сегодня, а завтра. Потому что спокойно пошел. Загнали меня, кузов в машину посадили, и я спокойно все. И поехал. И поехал. И поехал Ваня на войну. Не, потом уже. Ну да, у вас были учебки там, все. Да. Иван Семенович, смотрите, декабрь 1943 года. Вы попадаете в Ленинградский фронт, под Ленинград сразу. Вот говорят, первый бой, это как первая любовь, или еще как что-то. Оно самое запоминающееся. Помните первый бой? Конечно, помню. Конечно, помню. Первый бой, это самый, самый первый. Я пошел на привязку батареи. Мы в обороне стояли. Надо перед эстакцией делать, наблюдательные пункты делать. И послали мне в это самое, с топографами держать эту самую рейку. Это моя первая, первая встреча на войне. И тут как раз немецкие минометы, и шарки эти сами, нас обстреляли. Нас разогнали. Вот тут я почувствовал уже войну. Уже настоящая война. Уже настоящая война. Иван Семенович, у вас 8 боевых наград, и среди них, я вижу, святая медаль за отвагу. Это святая солдатская награда. За что вас наградили этой наградой? Видите, там это самый как раз прорыв ленинградской обороны. Вот в 1944 году. И тогда награждали нас. Мы когда уже освободили полностью ленинградскую область, и вышли на реку Нарву, и пошли уже по Эстонии, Латии, Литве, и тут наш фронт трансформировали, ленинградский фронт. Ну, там всех уж им награждали, как написали, за активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Понятно. Иван Семенович, вы мне раньше рассказывали страшную правду войны. Вам удалось спасти немецкую девочку маленькую в Германии. Да, это было. Как это было, расскажите. А это мы, когда освободили один населенный пункт, и у нас сделали привал там, и я вышел и пошел в этот там, во двор одной. Дом, усадьбу. Да, усадьбу. И возле усадьбы, возле крыльца вот так лежал штабель это самое, людей. Мертвых. Ну, я посмотрел это самое, смотрю, значит, первый мужчина, женщина, потом дети, пятеро детей. Они были мертвые. А эта самая последняя маленькая девочка где-то, наверное, ну, в году, наверное, годика два было так, что-то шевелится. И я ей, ну, мне сердце это самое доброе, я ее поднял, взял и принес это в штаб полка. А в штабе полка у нас это были женщины, вот. И у этого начальника штаба полка была, как, знаете, их раньше называли. Походно-полевая жена, если о правде войне говорить сейчас. Да, 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 вот. У нее же это жена была. Я принес эту девочку и говорю, что, куда мы дели. Начальник штаба сказал, возьмите своей жене, возьмите седе. И вот мы ее взяли, где-то с неделью возили эту девочку, ну, коревили, это самое, все, ухаживали за ней. А потом куда она делась? Ну, наверное, в детский дом отдали, я думаю. Не знаю. Вот смотрите, это, получается, вся семья отравилась. То есть такая была пропаганда немецкая, да, что придут советские и всех вас казнят. Да, да, да. А эта гебельская пропаганда была очень вредная. Вредно-вредная. Не то, что у нас. У нас, наоборот, мы даже пришли в Германию, когда нас предупредили, чтобы будьте аккуратны, не грабьте никого, не теряйте это самое достоинство русского солдата. Ну, аккуратными были? Аккуратными. Аккуратными. Вот смотрите, май 45-го года, вам 20 лет, и вы стоите у поверженного рейхстага. Вот помните, что чувствовал в те минуты мальчишка? Конечно, чувствовал. Это, знаете, ну, места не находишь. Ты добился победы. Знаете же, как было сказано, наше дело правое, мы победим. Так и вышло. Как Сталин сказал, наше дело правое, мы победим. И мы победили. И это чувство... Ну, что там, не знаю, плакать хотелось, смеяться, в приседку плясать. Я не знаю, что хотелось, конечно. Там и плакали, и смеялись, и всё. Всё как пройдёт. Ну, чувства, конечно, высокие. Тем более, остался жив. Какое счастье. Какое счастье, да. Всё домой попаду. Иван Семёнович, дорогой, вот такой вопрос задам. Вы вместе со своей супругой, Верой Иосифовной, пережили страшную человеческую трагедию, похоронили двоих взрослых дочерей. И нашли в себе силы родить двоих сыновей и вырастить их людьми. Вот скажи мне, старый солдат, а где вы взяли силы на этот человеческий подвиг? Мне заставило это сделать. Я не мог жить одинокий. Я должен иметь семью. И так мы решили. И вот мы родили двоих, и уже 40 лет мы их вырастили. И слава Богу, уже сыновья взрослые, и всё хорошо. Воспитали, выучили. И тех девочек мы не доучили, конечно. Потому у меня уже на третьем курсе была мединститут, и вторая на первом. Но такое получилось, что мы считали уже наше дело сконченное. Ну, знаете, не каждый человек сможет такой подвиг. Обычно горе, уходят люди в депрессию, там, а вы пережили. Пережили мы. Оказались сильнее этого. Трудно пережили. Но нам, благодаря тому, что помогали нам, помогали много, всё успокаивали, всё помогали. И вот это чувство такое, оно ещё до сих пор не забылось. Не забудется никогда. Никогда не забудется. Я знаю, что меньше, чем через сутки, 9 мая, вы будете в Москве. Вы красавец, конечно. В свои 90 лет летите на Парад Победы. Что для вас эта поездка? Что хочется? Для меня это большая честь. Я считаю, что мне пришлось ехать на Парад. Я, конечно, доволен этим. Я давно мечтал об этом. Хотел посмотреть, хотел. Интересно мне всё это видеть на глазах. Вот поэтому я лечу туда с большим чувством, с большим уважением ко всем, кто меня туда, это самое, помогает мне слетать. Иван Семёнович, последний вопрос. 9 мая рюмку водки выпьете? Я думаю, да. Я хоть и не пью, и не курю. Жизнь не курил. Ни одной папиросы не выкурил. Но 9 мая это, я думаю, почему? А потому что уже заказ жене, я 11 прилетаю, выходной день, уже заказ встречать буду. Поэтому я выпью. То есть святое дело. За это святое дело. Так что, Иван Семёныч, вы никакой не крошка, вы великан. Вы великан духа и великан характера. Это точно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам за всё. Мы говорили о жизни и о победе с её солдатом, который Бог этот день приближал, как только мог. Всех с наступающим праздником Победы, добра и здоровья, оживите долго и до свидания. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»